Череда пожаров на вагонке. Двое погибли. В памятную для всей страны дату 22 июня в одно и то же время, 4 часа утра, загорелись несколько домов на Тимирязево и Сырлово. Полыхали деревянные лестницы. Трагическое стечение обстоятельств или чей-то злой умысел. С места происшествия Никита Трубчининов. Нина Ивановна третьи сутки приходит к своему наполовину сгоревшему дому. Часами сидит у подъезда. Оберегает то малое, что осталось. Выжженный подъезд закрыт решеткой, наспех примотанной проволокой к старым дверным петлям. Вот только в собственную квартиру женщина попасть не может. Запретили. Да и, говорит, жить там сейчас невозможно. Все пропахло гарью. С перекрытий до сих пор бежит вода. У сестры живу. Сестра вон поет, кормит. Парень там, я там. Сын у меня. Сын двое. И я. Они уже устали. Два дня мы там. Три дня уже живем. Суббота, воскресенье. Сегодня, понедельник, пятый день. Я думала, хоть тут делать будут. Ничего сегодня не делается. Кроме Нины Ивановны, без крыши над головой остались почти два десятка человек. Если жители первого этажа из полыхающего дома смогли выскочить сами, то людей со второго пришлось выкурировать пожарным. Деревянная лестница была охвачена огнем. Спасти, увы, удалось не всех. Из пятой квартиры погиб хозяин. Мужчина 55-го года рождения. Его сын. Мальчик 2004-го года рождения. И его супруга была с тяжелыми отравлениями и ожогами доставлена в первую центральную городскую больницу. В настоящий момент состояние ее тяжелое. В день начала Великой Отечественной по чьей-то злой прихоти полыхало не только на Тимирязе 18. Здесь было пять поджогов сразу. В 11-м доме вот прямо квартиру бросили. Там забитая квартира, никто не живет. Там горело. Потом в 29-м, в 31-м и в 35-м на чердаке костер зажгли. Причина пожара. Официально уже на 90% установлен поджог. Значит, неизвестны милициями, но уже имеется по неофициальным данным информация, что якобы милиция уже как бы там поработала. То есть кто-то там уже задержан. Сами полицейские в комментариях пока сдержаны. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. Также проводятся и устанавливаются очевидцы данного происшествия. В настоящее время решается вопрос, устанавливаются все причины данного возгорания. И решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По последней информации, пока официально не подтвержденной, полицейским уже удалось задержать трех подозреваемых, несовершеннолетних молодых людей. Так ли это на самом деле, станет известно в ближайшие дни. Никита Трубчининов, Александр Штраух, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ. Роковая случайность унесла жизнь годовалого малыша. Накануне на Гальянском оптовом рынке 52-летний мужчина переехал с собственного сына. Ребенок выпал из салона во время движения автомобиля. Остановился пропускать машину и в этот момент щелкнула дверь. Ребенок сам открыл дверь или кто-то еще сидит, сидящий сзади детей. С задним колесом джип проехал по ребенку. От полученных травм малыш скончался. В машине находилось еще трое детей, 11 и 3 лет. Никто не был пристегнут, не было в машине детских кресел. Начались активные перевозки детей, в том числе активные перевозки детей. Зачастую родители пренебрегают правилами дорожного движения, пренебрегают теми мерами, которые позволят сохранить жизнь и здоровье детей. Хотелось бы порекомендовать в обязательном порядке при перевозке детей использовать детские удерживающие устройства и использовать при перевозке детей старше 12 лет и в небезопасности. Купались под градусом. Пляжный сезон открыто, вместе с тем и череда ЧП. Минувшие выходные водная стихия унесла жизни семьи тагильчан. Люди, видать, соскучились, дождались жары и как оголтелые, все бросились к воде. И у нас сразу такой скачок быстро произошел. То у нас были сплавщики в основном по часовой, по утке. А тут сразу пошли у нас сады, тагильский пруд, выський пруд. Большинство утопленников были пьяны. Именно алкоголь, говорят спасатели, сподвиг тагильчан на необдуманные поступки. Такие, как ныряние в незнакомой местности. Были случаи, что в период ныряния головой удалялись об камня, и наступала смерть. То есть, просьба ко всем жителям города Нижнего Тагила соблюдать меры безопасности периода жаркой погоды, то есть, беспричинной мекупасы. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться с заплывов на дальней дистанции. Особенно осторожным нужно быть в местах, где плавают катера. В модной тагильской воде, говорят специалисты, трудно разглядеть плывущего человека. Кражи участились в тагильских подворьях. Из садовых домиков выносят имущество и деньги. Попасть в дачные постройки, говорят следователи, грабителям не составляет труда. Двери садовода зачастую оставляют открытыми. Майя месяца, начало июня, в наш отдел поступали заявления о тайных хищениях имущества граждан, совершенных одинаковым способом. Это путем проникновения свободным доступом. Садовые дома в районе Есинского тракта похищались деньги, кошельки с деньгами. В том числе, в двух случаях были похищены достаточно крупные суммы денег. Это в одном случае 28 тысяч рублей, в другом 10 тысяч рублей. Поймать горе грабителя удалось по горячим следам. Им оказался житель вагонки. Трудится мужчина на ОВЗ в деньгах, говорят, в полиции не нуждается. Воровство для него – образ жизни. Ранее 40-летний мужчина не раз был судим. Также за кражи. Скорбная дата вновь собрала тагильчан. 22 июня на Рогожинском мемориале состоялся митинг. Почти липами тех, кто воевал, трудился в тылу, пережил ужас войны. Бойцы отряда «Соболь» вручили еще одной тагильской семье документы пропавшего без вести бойца. Как удалось узнать о судьбе солдата? Алексей Южанин с подробностями. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Войну Николай Петрович Анисимов встретил в военном училище. В 5 утра 22 июня всю роту подняли по команде и повели через леса в Красное Село. Он до сих пор помнит слова, сказанные Левитаном по радио. В 4 часа утра немецко-фашистские захватчики, без объявления войны, нарушив договор о ненападении экономическом сотрудничестве, напала на наш Советский Союз и бомбили города, селы. Мы сразу поняли, что началась Великая Отечественная война. Открыл митинг глава города Сергей Иносов. Он подчеркнул, тагильчане внесли весомый вклад в победу, особенно в первые дни войны. Тагил наращивал производство оборонной продукции, военной продукции. О подвигах тагильчан на фронте и в тылу известно много. 25 тысяч человек, жителей нашего города, не вернулись с боев сражений. Надежда Задорина наконец-то смогла узнать судьбу своего дяди, Алексея Иргучинского, красноармейца, погибшего в ходе контрнаступления советских войск в 43-м году. Это стало возможно благодаря работе поискового отряда «Соболь», который ежегодно восстанавливает утерянные имена. Давно уже стало традицией, что именно 22 июня мы вручаем документы семьям с установленными судьбами наших земляков, героически погибших в годы Великой Отечественной. Для нас особенно почетно, что сегодня мы передаем документы именно здесь, на нашем мемориале. В августе в рамках совместной акции «Вахта памяти» Нижне-Тагильские и Криворожские поисковики будут работать вместе на территории Украины. Алексей Южанин, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. А в Екатеринбурге в преддверии исторической даты состоялось захоронение останков экипажа бомбардировщика времен Великой Отечественной. Американский самолет «Бостон-А-20» разбился на Урале, под ревдой в сентябре 43-го года. 70 лет спустя Нижне-Тагильский поисковый отряд «Соболь» поднял останки трех членов экипажа. Вместе со специалистами на месте раскопок работала и наша съемочная группа. Несколько дней съемочная группа Тагил-ТВ находилась там, чтобы снять документальный фильм о деятельности поискового отряда «Соболь». У Тагил-ТВ есть эксклюзивные, уникальные кадры о том, как действительно поднимали косточки пилотов, выкапывали из земли и по крупицам воссоздавали картину того злополучного дня. Документальный фильм «Отсюда в вечность» смотрите в четверг в 19.30 на Тагил-ТВ. Весимаутки ко дню памяти и скорби приурочили открытие отремонтированного памятника павшим героям. Реконструкцию он ждал долго. Установленную около 30 лет назад, монумент до сегодняшнего дня был свидетелем упадка культуры. Самое главное, вот эти надписи у нас были сделаны на пластике, и молодежь этот пластик даже разрывала и садилась на нее, как бы скамейками, вот эти надписи, как волонтеризм был за счет этого памятника. И до сих пор, пока не приступили к ремонту, собирались пьяные компании, приезжали тагильчане, дачники, даже устраивали костры, посиделки. С просьбой отремонтировать монумент жители Весимаутки обращались к главе города и депутатам. И деньги нашлись. Их выделили администрация Тагила, помогли депутаты областной думы. Теперь самое важное, по мнению Татьяны Лузиной, чтобы сами жители приложили усилия, чтобы сохранить памятник в чистоте и таком виде на долгие годы. Новый медпункт открылся сегодня в деревне Устютка. У местных жителей и тех, кто приезжает сюда на отдых, появилась возможность оперативно получать помощь. Как долго ждали медицинский комплекс, узнал Алексей Алексеев. Устютка расположена в 80 с лишним километрах от Нижнего Тагила. Открытие здесь фельдшерско-акушерского пункта снимает проблему медицинского обслуживания населения. Для деревни это очень хорошо, потому что мечтали об этом все. Тут же ни медпункта, ни здравпункта, ни аптеки, ни врача, ни фельдшера, никого здесь не было. Каждый лечился сам. А сейчас все-таки будут приходить сюда. Фельдшер Татьяна Гумашвили считает открытие ФАПа подарком не только пациентам, но и себе. Летом работы у медика прибавляется. В Устютку, где проживает 250 человек, приезжает множество отдыхающих и туристов. Я очень довольна. Здесь правда очень хорошо. Приятно. То есть чувствуешь себя достойной, что можешь оказать ту помощь, которую реально нужно человеку. Современный фельдшерско-акушерский пункт оснащен всем необходимым для оказания квалифицированной доврачебной помощи. По словам специалистов, этим его функции не ограничатся. Мы будем оказывать медицинскую помощь, мы будем обеспечивать население жителей медикаментами, мы будем проводить здесь санпросвет работу, профилактическую работу, прививочную работу. Открытию ФАПов на присоединенных к Нижнему Тагилу сельских территориях большое внимание уделяет глава города Сергей Носов. Мы будем продолжать в этом направлении. И я считаю, что при нашей настойчивости и правильных подходах наши населенные пункты должны быть обеспечены качественными медицинскими услугами. Заведующая пунктом заверяет, что за помощью к ней можно будет обращаться не только в установленное время работы ФАПа, но при любой необходимости. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Егор Егошин, Новости Тагил-ТВ. Мечта с парусами. Маленькие тагильчане пустились в плавание на яхте, которую сделали сами. В эти выходные первый раз в жизни юные моряки испытали свое детище. С водой познакомилось и само судно. Девушки на корабле не к беде, убедилась Елена Терехова. Занято судно, места нет и на мачте. О страхе высоты не думает никто. Нужно, чтобы первый путь по тагильским глубинам оказался гладким. Смелость и романтизм у юнг из клуба кречет по меркам советских фильмов. Барабанная дробь и наряды. Не наврали. Все, как в рассказах Крапивина. Он таких детей придумал, их же и создал в реальности. Уральский писатель основал в Екатеринбурге клуб «Каравелла» и начал обучать ребят морским премудростям. Заразились тагильчане. Мы занимаемся морскими делами, влажным симофортом, морские узлы, фехтование. Дошли и до устройства яхт. Настя уверена, женщина на корабле не к беде, к быстрому строительству. В кречете она капитан. Потому на чертеж долго не смотрела, воплощала в жизнь. Начали строить мы ее после Нового года. До Нового года закупали материалы, искали материалы, искали спонсоров. Нашли деньги, закупили материал, начали потихонечку строиться. За основу взяли крапивинский проект. Моряки для трэмпа детского напитка не жалеют странника, так переводится название яхты, поэт к удаче. На судне ребята будут учиться укращать водную стихию. И то, что в отряде человек втрое больше, чем мест в яхте, детей не смущает. В следующем году браздить просторы тагильского пруда их бродяга будет уже не один. Юные моряки обещают построить ему пару, а может и целое семейство. Елена Терехова, Игорь Харьков, Ольга Объедкова. Новости Тагил-ТВ. Такова была информационная картина уходящего дня. Если вы стали очевидцем уникального события или успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам по электронному адресу. Тройное.w.tagildefiz.tv.ru. Раздел «Сообщи новость». Или звоните по телефону 419551. Автор самой позитивной новости на этой неделе станет обладателем призом подарочного сертификата номиналом 3000 рублей на приобретение бытовой техники от спонсора рубрики интернет-магазина Е96.ру. На этом моя часть выпуска завершена. Впереди вас ждут новости спорта. О них расскажет мой коллега Александр Сальников. Всего доброго и до встречи. Рубрику представляет компания «Сенегория». В это воскресенье на Белой соберутся безумные велосипедисты. На склонах горнолыжного комплекса пройдет первенство области по Даунхиллу. Это, напомню, одна из самых экстремальных дисциплин горного велосипеда. Спортсмены спускаются по склону, преодолевая естественные и искусственные препятствия. Гонка идет на время. Трассы на Белой всегда ругали из-за обилия камней. Но на этот раз они кардинально изменятся, обещает главный судья соревнований Владимир Ольховиков. С начала недели трассу для первенства максимально расчистили от камней, реконструировали и видоизменили. В итоге получилась сложная лесная трасса длиной почти в 2 километра. Первенство области на Белой пройдет, напомню, 30 июня в 12 часов. Аналогичные соревнования завершились в эти выходные на Уктусе, где прошел второй этап Кубка Свердловской области по маутинбайку в дисциплине Даунхилл. Это самая экстремальная дисциплина в велосипедном спорте. Подробности этих соревнований узнаете завтра из выпуска новостей. Жители Рудника встретились за черно-белыми досками. На площади перед Дворцом национальных культур на Руднике прошел турнир по быстрым шахматам. В соревнованиях приняли участие 18 жителей от 8 до 87 лет. Как рассказали нам в шахматно-шашечном центре, чемпионом Рудника стал учащийся 24-й школы Игорь Кузьминский. Ему был вручен главный приз турнира – комплект дорожных шахмат на магнитах. На втором месте – 87-летний ветеран поселка Мальяв Каспиев. На третьем месте – Яков Кабардин, учащийся 6-го класса политехнической гимназии. Все участники турнира были приглашены на сеанс одновременной игры в шахматы, который, напомню, состоится 29 июня в Металлург-форуме. О спорте на сегодня все. О самом важном и интересном мире спорта узнаете завтра в это же время. Александр Сальников, Егор Егошин. Новости спорта. Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова